Эта история произошла много лет назад в небольшой деревне. Мария провела всю свою жизнь в этой деревне, она здесь родилась и выросла, создала семью. Они очень любили друг друга, у них родилась красивая девочка, которую назвали София. Семья была счастлива много лет и создала много радостных воспоминаний. София выросла, влюбилась, вышла замуж. Из-за работы мужа Софии пришлось переехать далеко от родителей. Мария с мужем были счастливы за свою дочь и сказали ей, чтобы она не беспокоилась о них. Спустя несколько лет отец Софии серьезно заболел и, к сожалению, умер. После 40 лет брака Мария осталась в одиночестве. Вначале София настаивала, чтобы мама переехала к ней, чтобы она могла позаботиться о старой женщине. Мария отказалась, потому что не хотела покидать деревню, которая была ее домом. К счастью, даже живя одной, в деревне всегда находились люди, готовы помочь ей. Мария была любимым учителем в местной школе, и один из ее учеников Дмитрий часто навещал пожилую женщину, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Если что-то нужно было починить в доме, он с радостью помогал. Дмитрий был охотником, он часто отправлялся в ближайший лес, чтобы найти подходящую дичь, и иногда делился своей добычей со знакомыми. Однажды Дмитрий сказал, что у него есть сюрприз для Марии. На руках у охотника было четыре маленьких щенка. Он рассказал Марии, что нашел их в лесу совершенно одних, без матери поблизости. Однако, он забыл упомянуть, что эти маленькие существа на самом деле не собаки, а волчата. Мария согласилась взять щенков к себе. Она хотела завести собаку для компании, и теперь могла спасти этих четырех одиноких малышей. Мария отвела щенков в свой дом, и сразу нашла четыре старых миски для животных. Пожилая женщина насыпала в каждую миску порцию мяса, и щенки с радостью быстро все съели. Когда щенки уснули, Мария оставила их в доме и вышла на улицу, чтобы поблагодарить Дмитрия за то, что он нашел этих очаровательных малышей. Дмитрий понял, что Мария верит, что это щенки-собаки. Он подумал, что пока они маленькие, они не принесут никакого вреда, а пока он сможет найти подходящее место для них. Дмитрий ушел, Мария вернулась в свой дом, где обнаружила, что четыре щенка проснулись и навели полный беспорядок. Все еще переполненная радостью от того, что у нее появилась компания, Мария не рассордилась, а она убралась и решила, что пора дать имя каждому щенку. Она решила назвать их Тедди, Подлец, Буря и Баламут. Когда щенки начали подрастать, Мария начала подозревать, что они необычные собаки. Потому что они были намного крупнее, их зубы были намного острее, кроме того, все местные собаки рычали и лаяли на них, когда проходили мимо. Подозрения Марии подтвердились. Однажды местный охотник шел мимо и увидел, как четыре волчонка играют вместе. Он инстинктивно достал свое ружье, но Мария остановила его. Охотник рассказал старой женщине, что четыре щенка, которые у нее есть, не являются собаками, а на самом деле это волки. Мария была потрясена новостью, но она не испугалась. Она полюбила всех своих малышей, они ни разу не проявляли агрессии. Четыре волка продолжали жить счастливо в течение следующего года. Волки были преданы Марии и охраняли дом, как собаки. Когда наступила осень и стало холодно, Мария и волки с удовольствием проводили свои дни внутри теплого дома. Однажды в холодную осеннюю ночь послышался стук в дверь. Мария, будучи любопытной, открыла дверь и увидела перед собой трех незнакомых мужчин. Один из них держал в руках оружие, которое сразу направил на женщину. Мужчины угрожали, что, если она не отдаст все деньги и ценности, которые у нее есть в доме, он выстрелит. Вдруг они услышали громкое рычание, оказалось, что от шума проснулись волки, которые спали в гостиной. Они поняли, что Мария в опасности. Баламут, подлец и буря напали на мужчин, укусив их за ноги. В то время, как Тедди побежал к Марии и встал перед ней, защищая ее от мужчины с оружием. Пока волки сражались, пожилая женщина потихоньку пробралась в свою спальню, где позвонила в полицию. Как только она закончила разговор, в доме раздался выстрел, за которым последовал крик животного. Мария побежала обратно в гостиную, где увидела, что Тедди свернулся на полу с пулевой раной в задние лапы. Один из мужчин успел захватить оружие и ранил бедного животного. Испугавшись звука выстрела, трое мужчин попытались убежать, но, выйдя из дома, они обнаружили, что их окружила полиция. Преступников быстро арестовали, но Мария не обращала на них внимания, потому что сосредоточилась на том, чтобы помочь Тедди. К счастью, ей удалось помочь волку, рана зажила в течение следующих нескольких недель. Новости о героических поступках четырех волков быстро распространились, но для Марии их новая слава не имела значения. Она любила их так, как полюбила бы любую другую собаку, и они отвечали ей любовью взамен. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.